Не будет никаких выплат ни 42 500, ни 72 тысячи, возникших буквально из ниоткуда. Карантин – явление временное, потому нужно просто потерпеть. Хотя возможности продления ограничительных мер не отрицает никто. Заболеваемость от пневмонии за полгода этого года и в сравнении с полугодом прошлого года выросла на 55%. И действительно в июне отмечается рост в 4 раза. При этом мы отмечаем, что при диагностике пневмонии, то есть при ПЦР-исследовании больных с диагностированной пневмонией, в последнее время мы отмечаем, что результат ПЦР бывает отрицательным. Это в принципе допустимо, потому что коронавирусная инфекция с верхних дыхательных путей опускается в нижние дыхательные пути, и тогда ПЦР-тест не всегда показывает результат. Сам лечением заниматься не советует, тем временем ажиотаж в аптеках говорит об обратном. Люди скупают про запас жаропонижающие, противопростудные лекарства. И по данным Комитета госдоходов, аптеки заработали буквально за две недели 10 миллиардов тенге. И это только выявленные факты. Чеки давали не всем, не всегда. Онлайн-кассовые аппараты тоже использовали не всюду. По предельным ценам, например, инговерин 60 миллиграмм, он стоит 3000 тенге, а инговерин 90 миллиграмм, он стоит 5600 тенге. Те, которые превышают и занимаются спекуляцией лекарств, они будут нести административную ответственность. Цены на лекарства, министерство предельной цены не повышались. Эти цены по закону, цены министерство имеет право пересматривать только два раза в год. Тем временем необоснованное повышение цен будет наказываться, сказал наш президент. Граждане справедливо жалуются на факты необоснованного повышения цен в аптеках на жизненно важные лекарства. В условиях пандемии это недопустимо. Правительству и правоохранительным органам поручено заняться данной проблемой. Виновные будут привлекаться к ответственности. Стоит только открыть интернет, как много советов, как вылечиться от коронавируса, что принимать и как себя вести. Сразу говорю, что все эти лекарства пьются с содой в содовом растворе за 30 минут до еды. Необходимо соединить душицу с корнем и листьями мать и мачехи. Залить смесь горячей водой. Понятно, в это время нужно поддерживать себя на карантине, потому что иначе, в иных условиях, знаете, когда для вас заканчивается пандемия COVID-19, она закончится в одном случае, когда вы останетесь единственным незаболевшим COVID-19 в своем населенном пункте. Чем дольше длится карантин, тем меньше терпения у наших граждан. Еще раз напоминает Минздрав о том, что нужно потерпеть для того, чтобы преодолеть этот вирус. Хотя ученые не исключают, что осенью и зимой будет новая волна коронавируса.